Альбер, приветствую тебя. Здравствуйте. Подведи итоги краткие вчерашнего турнира. Как тебе? Все было хорошо. Есть над чем поработать. Ты сейчас провал Чимаева? Очень рады братьям дагестанцев. Жалко Ангалаева. Он никак не может раскрыться. Какие-то невезения, где-то заслуживают. Но, иншаллах, хаир. Оцени по 10-балльной шкале выступления Хамзата. Чего не хватило? Мне кажется, что мне сперва надо поговорить, обсудить с тренерами. Потому что у него большая команда. Поэтому чуть позже детали. Он просто первый раунд прям уверенно забрал. По-моему, один судья даже 10-8 в пользу Хамзата дал. И потом просел как будто бы функционально. Я после боя его не видел. Но говорят, что он в первом раунде руку сломал. А, значит так. Да. И поэтому не мог бороться. Я был уверен, что в три раунда у него, как в первом раунде, он таскал бы его. Потому что я знаю его способности, как он работает в зале. То есть нас пять человек он менял в каждом раунде. И со всеми работал. Не уставал вообще. От слова вообще. Я не знаю, что-то как. Но я знаю, что его способности в 10 раз лучше, чем то, что было вчера. Но он дрался с лучшим бойцом. Да, он проиграл этот предыдущий бой. Но есть над чем поработать. Ну и что для него следующее? Это бой с Шоном Стрикландом или как? Как ты думаешь? Сегодня я читал, что Дана Уайт подтвердил этот бой. Титульный бой против Шона Стрикланда. Шона я знаю года два или два с половиной. Вместе работаем. Также я работаю и работал с Хамзатом. С кем сложнее работать? С париком стоять. Честно, физически мощнее Хамзат. В стойке сложно работать со Шоном. Из-за его напора? То, что он идет в привод? Да. Да, он очень неудобный. Многие думают, что если он вот так вот работает, что с ним легко работать, но по нему очень сложно попасть. А как он с такой техникой умудрился выйти на такой винстрик? С такой техникой, которую ты показал, умудрился столько боев победить? Он хорош. Он хорош, он работает каждый день с борцами, спаригует по боксу с профессиональным бойцам по боксу. Так что это непростой тип. Вот Акалаев рассказывал, что удерживать Шона очень сложно на земле. Так ли это? Очень сложно. Я бы сказал бы, 99% бойцов не смогут его удержать. Вообще, от слова. А почему так? У него хороший джиу-джитсу или что? У него нет, я не скажу, что у него хорошее джиу-джитсу. У него именно такой наработанный стиль. Он встает с пола. Вот любым путями он встает, встает и оттягивает руки, и начинает стойки работать. Он хорош. А они с Хамзатом же тоже спарринговали, да? Да. Смотрел, как они спаррингуют? Честно, не скажу. Я знаю, что нелегкий спарринг. Как для него и как для него. А почему Хамзат, собственно, не вернулся в отель? Я не знаю детали. Я знаю, что он вчера ночью... Мне сказали, что он полетел домой. А, уже домой? Да, вчера ночью. А что по твоей карьере, когда возвращение? Я точно не могу сказать, когда я вернусь. Я хотел отдохнуть до конца года, на самом деле. Но мне кажется, где-то январь, визуально. До Рамадана. Альберт, а в твоем бою чего не хватило? Вроде бы не переводил, и вдруг резко ты просел функционально. Или это от пропущенных было? Нет, это не от пропущенных было. Это было до боя, когда я последний спарринг дома провел. У меня был сломан нос. И после первого джеба вы видели мое лицо, как оно было. Я не подготовился должным образом, надо сказать, как есть. Это полностью целиком моя вина. Поэтому я хочу исправить эти ошибки, чуть поработать над своим здоровьем и вернуться нормально. Как тебе успехи Ромы Копылова, которого ты уже побеждал, кстати? Рома молодец. Молодец, золотой парень. У него хорошее будущее в UFC. Как думаешь, дойдет до чемпионского пояса? До чемпионского боя? Я честно не скажу, но как минимум он будет в топ-10. Да, он сейчас как боится, раскрывается. Я ему рассказывал, когда после боя, он в первом раунде плохо раскрывался. То есть тянул, тянул и потом в последнем раунде раскрывался. Сейчас он начал хорошо работать. То есть он более уверенно идет к своей цели. Ну и последний вопрос. Про шару Болита. Он ворвался в ваш дивизион. Как тебе он? На самом деле он дрался с хорошим бойцом, с крепким бойцом, который дрался с впереда. Хороший ударник, хлесткие удары, хорошо дышал. Но тоже есть над чем поработать. Потому что не, может быть, показалось у него хорошая, то есть плохая борьба и плохая джиу. Он с ним хорошо работал, активно. Вы знаете, когда вам дают работать, вы работаете. Любой бойец, если ему дать хорошо работать, да, в каком-то области, он работает. Но если не дать, то совсем печально может все быть. Альбер, спасибо большое. Успех в карьере. Хочу пожелать Шаре успехов. Конечно, да. Надо выделить его хорошие стороны. Спасибо. Яркий боец. Желаю ему удачи. И всем братьям. И всем спасибо. И тебе большое. Спасибо. Продолжение следует...